В Химках в 23-й раз проходит конкурс «Учитель года». В муниципальном этапе принимают участие 16 учителей. Это преподаватели по физкультуре, химии, английскому языку, математике и изобразительному искусству. В первой части конкурса им необходимо провести открытые уроки в чужих школах с детьми, которых они раньше никогда не видели. За испытанием-знакомством наблюдала Сабина Салимова. Татьяна Борисовна преподает уже 20 лет. В конкурсе «Учитель года» участвует во второй раз, но все равно волнуется. Еще бы! Чужая школа. Этих ребят она видит впервые в жизни. К тому же за ней очень внимательно следят 8 пар глаз. Специальная комиссия конкурса. Наша игра включает в себя несколько... Это терминологический бой. От того, как она проведет этот урок, зависит дальнейшая судьба Татьяны в рамках конкурса «Учитель года». Занятие она решила провести в форме игры. Юным химикам приходилось отвечать на различные вопросы, разгадывать загадки и головоломки. Всего три команды, которые соревновались друг с другом в знании предмета. Игра, считает Татьяна Борисовна, лучший способ раскрепостить детей. Тот же игровой момент, который реально на уроках иногда помогает даже раскрепостить тех детей, которые не могут отвечать в обычном стандартном уроке. А в игру они включаются. Потому что дети, по сути, не только дети и взрослые, боятся сделать ошибку. Метод Татьяны хорошо показал себя на практике. За 30 минут именно столько длился открытый урок. Школьники поднимали руки каждый раз, когда учитель задавал вопрос. Мне он очень понравился. Учитель провел его для необычного для нас формата в виде урока игры. Что понравилось, то что я вспомнил те темы, которые уже позабыл. Его одноклассники с ним согласны. Отличница Наташа призналась, что хоть по химии у нее и пятерка, этот предмет дается нелегко. На сегодняшнем уроке, по словам девочки, тоже пришлось приложить усилия для достижения результата. Но было намного интереснее. Мне понравилось то, что было очень весело, были интересные вопросы, были какие-то эксперименты, задачки. Мне очень понравилось. Урок был проведен в необычном формате. Мы играли, было очень весело, но в то же время и сложно. Понравилось, что урок был именно в формате игры, а не в обычном. Но было бы немного скучно, если бы это был обычный урок. Школьники уроком остались довольны, но комиссия будет оценивать по своим критериям. Действие, его способность взаимодействовать вместе с детьми и давать отличный материал. Не ошибаться. Открытый урок – первый этап конкурса «Учитель года». После него будет отобрано пять финалистов, которые примут участие во втором этапе. Победитель будет объявлен в январе 2016 года и поедет на областное соревнование. Сабина Салимова, Виктор Федотов, Служба новостей.